Книга «Бурные реки Алтая» 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 Книга «Бурные реки Алтай» Книга «Бурные реки Алтаж» классная, дороги неплохие. В общем, все, что нужно, есть. Не хватает только книги. Но тогда я думал, что, в общем-то, тогда я скромничал и думал, что книгу должен написать кто-то другой. Но уже тогда идея о том, что путеводитель Болтая должен быть написан издан, у меня появилась. То есть в 2011 году я начал более-менее складывать в голове такой пазл. Собственно, начать писать, начал я писать книгу в 2014 году. Это произошло после двух достаточно знаменательных событий. Во-первых, мы очень классно покатались по Алтаю, опять же, с вебескульной командой. Мы проехали Кадрин, проехали всю классику алтайских шестерок, проехали Чушман, Башкаус, проехали Можой. В общем, было очень классно. И вот уже тогда я точно понял, что на iBook я буду писать. Тем более у меня после травмы намечалась операция и три месяца реабилитации. Я решил вот эти самые три месяца, которые я проведу с привязанной рукой дома, сидя на попе без каякинга. Я буду сублимировать свое желание кататься, творчество. Ну и, собственно, стучать по кнопкам я начал где-то в конце 2014 года. Вот. Было это вот так вот, потому что я не сделал операцию на плече, я делал это вот так. Вот. Было достаточно интересно. Вот тогда же примерно я начал искать команду, потому что без... Ну, в общем, я могу написать. Ну, я не дизайнер, я не верстальщик, я, в общем, кое-что знаю из там своей институтской программы издания книг, но этого было абсолютно недостаточно. Я начал искать команду. И первый, кого я нашел, это Алена Послаева, которая подписала сделать мне схемы. Алены сейчас, к сожалению, здесь нет, потому что Алена катается сейчас в Индии на лодке. В общем, Алена была первая, кто согласилась сделать схему, потому что текстовая часть путеводителя — это здорово, но наглядная часть путеводителя — это гораздо лучше. Можно сколько угодно рассказывать поворот налево, поворот направо, но если посмотреть схему и карту, то все будет гораздо понятнее. Вот. Это как раз 2014 год. Это книга Башкауса, знаменитая, где каждый проходящий вписывает свое имя. И вот, как бы, стоя там, я уже точно знал, что нужно брать и делать гайдбук. Собственно, вот это — это прототип моего гайдбука. А какой страницы, соответственно? Никакой. То есть вот это — это краткая, как бы, план захвата Алтая. Вот это вот Чувышман, это Телецкое озеро, это Чили, это Пыжа, это Бия, вот это Катунь, это Чуя, это Аргут и Притоки. Вот. Здесь примерно я накидал уже какую-то примерную схемку, как все это строится. Вот. То есть вот там бассейн реки Чувышман, его Притоки, Аргут, Притоки и так далее. Вот. Прототипирование началось вот с такого маленького блокнотика. Вот. Это примерная схемка, как все это должно было выглядеть. Вот. Если кто-то сможет это прочесть, звучит здорово, кроме меня. Ну, в общем, если не сможете, вон есть книжка, там все будет более понятно. Вот. Это вот я тут рисовал какие-то первые наброски обозначений, которые будут в нашей книге. В конце концов все получилось совсем по-другому. Вот. Прикидывал всякие схемы. В общем, вот гайбук начался вот с такой вот маленькой тетрадочки. Вот. А что стало дальше? Дальше Алёман начала рисовать схемы, которые, в общем, в Полтаве достаточно накоплен огромный массив информации. Это одно из достоинств этого региона. То есть найти описание практически любой реки, ну, не составляет большого труда. Есть небольшая проблема, что каякерам очень неудобно плавать по туристическим отчетам, потому что, ну, скажем прямо, много лишнего. Вот. Но, однако, из этих отчетов при желании можно вытащить флагон информации. Собственно, чем мы и занялись. Вот эта схема из одного из туристических отчетов нижнего ущелья Башкауса, вот, на мой взгляд, ну, она слишком переусложненная. Ну, зачем отвечать каждый поворот и каждый перекатик. Поэтому вот из этих вот схемок мы сделали вот такую. Более простую, более читаемую, более понятную. Вот. К сожалению, Алены сейчас нет, чтобы сказать ей спасибо и вручить ее им на книгу. Она катается в Индии. Но я думаю, что ей там и так классно. Вот. Вот такие схемы у нас получились. Это, правда, тоже не финальная версия. Это один из вариантов актипирования. В общем, с финальной вы можете ознакомиться в вашем экземпляре книги. Вот. Примерно, ну, к отцу 2014 года было написано примерно 80% текста. Вот. И, собственно, тогда стал вопрос, как же вот издать книгу. Издать книгу это, на самом деле, достаточно приличные деньги. И какие варианты я рассматривал перед тем, как запустить проект на Вымстартере, я думал обратиться в правительство Алтая, например, там, ниже есть Министерство по туризму, там, не знаю, найти каких-нибудь богатых каякеров или водников, которые бы дали мне кучу денег под то, чтобы их фотографии были в этой книге и так далее. В общем, вопрос был такой, очень скользкий. Я, честно говоря, так и не знал, как его решить. Вот. В 2016 году, ну, в общем, я учился, когда я был молодой, я учился в Университете Печати. И моя специальность — это книгероспространение на том же факультете был другой, была специальность редактирования, и, собственно, одна из моих подруг, Маша, которая обещала себе не быть, но, видимо, еще пока прорывается через пробки, сказала, ты знаешь, а ведь ты же пишешь, да, я же знаю, давай издадим твою книгу. Вот у меня есть издательство, вот, я готова издать твою книгу. Ну, я начал конючить, что у нас на это все нет денег, и вообще непонятно, как все это делать. На что она сказала, а ты знаешь, ведь сейчас новый тренд, как бы, в мире, шеринг, использование всего совместно, в том числе денег. Почему бы тебе не начать сбор денег методом краудфайдинга? Ну, а краудфайдинг я тогда только слышал, что вот где-то в Америке это работает, люди там вкладываются в создание игр, которые им нравятся, в создание каких-то бесполезных или полезных гаджетов, и, в общем, мне казалось, что в России это все как-то не должно работать. И вот весной 2016 года я принялся изучать этот вопрос и выяснил, что в России существует две краудфайдинговые платформы, которые прекрасно работают, собирают под интересные проекты огромные суммы денег. И я подумал, блин, а почему бы не попробовать? Ну, в любом, при изучении, как бы, мануала к любому краудфайдинговому проекту можно прочитать такую строку, что, ну, если с первого раза не получится, вы хотя бы рынок изучите. Но я подумал, ну, ладно, почему бы не попробовать? Что, ну, как бы, why not? Тем более, что мне скоро предстояло снова съездить на Алтарь, я подумал, да, клево, давайте попробуем. Если честно, я не возлагал никаких надежд на краудфайдинг. Но когда в первый день после публикации проекта на сайте у меня раскалился телефон от уведомлений, что пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип, у вас новый спонсор, у вас новый спонсор, у вас новый спонсор, у меня телефон прямо ползался с того, я подумал, блин, а ведь это работает. За 6 дней мы собрали нужную сумму. Но я думаю, все, кто участвовал в проекте, видели мои обновления. Несколько честно, я был в шоке. Я специально растянул все это удовольствие на 45 дней. Сбор слез, думаю, ну ладно, чем больше, тем лучше. Но оказалось, что за 6 дней мы собрали всю необходимую сумму. А еще за следующие, за оставшиеся, сколько там, 39 дней, мы собрали еще в полтора раза больше. За что вам огромное спасибо. Ну и когда я увидел, что народу это очень интересно, что вы активно поддерживаете проект. Я прям воспрял духом, понял, что никакое министерство туризма Алтая мне не нужно, так же, как и я им. И, в общем-то, это прям вдохновило меня на новое и новое, на новую работу. В общем-то, на самом деле, вместе с ставтом проекта начался также дополнительный этап работы над книгой, потому что я получил огромное количество отзывов о том, о книге, которая еще была не написана. То есть я же опубликовал там список рек, который будет, и мне тут же добрые люди накидали еще. Дружище, а ты слышал про реку Тюгру? Я такой, блин, я слышал, но я вот на ней сам, конечно, не был, и думал, что если вот на ней никто не вспомнит, то я, наверное, ее не буду описывать. Вот, но мне тут же написали. Вот, на тебе описание, на тебе схему, вот, на тебе фотографии, пожалуйста. Вот, и таким образом гайдбук стал больше на, сколько там, на пять речек. Вот, мне также сразу же люди принялись присылать свои фотографии, фотографии с квадрокоптеров, какие-то полезные замечания. Я также отправлял текст на вычитку некоторым людям по тем главам, по которым я там не был уверен, например, по Аргуту. Глава, которая посвящена Аргуту и его притокам, я был не на всех притоках. Я не был в Харалахе, Ахалахе и не был на Юнгуре. Вот. Я отправил главу тем людям, которые там были, они, естественно, согласились мне помочь, вычитали, сказали, все отлично, измени то, то и то, и будет классно. Вот. То бишь, помимо того, что дорогие спонсоры помогли мне деньгами, помогли мне деньгами и собрали сумму, необходимую для публикации, мне помогли, по сути дела, написать книгу. То бишь, большое вам спасибо за то, что вы это сделали. Книга действительно была создана при участии всех на свете, водников, каякеров и рафтеров нашей страны. Это очень здорово. Вот. В 2016 году, после того, как я уже понял, что деньги будут собраны, я отправился еще раз на Алтай, чтобы показать его своим иностранным друзьям, а заодно кое-что проверить. Я попал в аномали... Мы поехали туда в конце июня и попали в аномально высокую воду. На Алтай было прям полуше-полуше воды. Я столько никогда не видел. Мы наснимали там таких чудесных фотографий. В общем, классно провели время. И после этого я принялся дописывать главу «Сезонность» и «Что делать, если воды клоуше». Вообще, после той поездки книга претерпела некоторые изменения, потому что, во-первых, я более подробно рассказал про сезонность, а во-вторых, после того, как я попил неудачно водички из челышмана и полежал немножечко в инфекционной больнице города Новосибирска, я существенно расширил главу «Безопасность паразита инфекции». В общем, проверено на себе. В общем, все, что написано в книге, за редким и редким исключением, проверено на себе и так, как надо. Но в 2016 году этим летом мы очень классно покатались, бывает очень здорово. И, в общем, до следующего лета я, конечно, тоже проведу на Алтае. Столько воды, как в 2016, я еще никогда не видел за все эти сезоны, что я там провел. Было очень классно. Вот этот туданский порог челышмана. Воды прям по уши-по уши. Было классно. После того, как я вернулся, началось, собственно, то, что заняло максимальное количество времени в подготовке к книге. Это верстка. Я никогда не думал, что верстка отнимает столько времени и сил. Потому что верстку делала Аня Тодорова, которая тоже сегодня не смогла прийти, потому что у нее работа. Вот это вот первый прототип страницы, видите, с оленями даже. От оленей мы, правда, решили в конце концов отказаться. В общем, верстка эта была настолько долго и нудно, что, в общем-то, в печать мы запустили книгу только в ноябре. Соответственно, начали мы в июне, закончили в ноябре. Вот. Это, конечно, была колоссальная работа по вылавливанию блох, вылавливанию опечаток, вылавливанию всяких непонятных штук. И вот в самый, чуть ли не в самый последний день, отправляя финальный макет чуть ли не в печать, я обнаружил, что у меня где право слева перепутано. Вот. И принял, ну и, в общем-то, я начал все пересчитывать по новой, писать там такие, в общем, истеричные письма, типа, все пропало, переписываем. Вот это вот. Вот, кстати, похоже, подошла Маша. Вот. Ну, а потом было, опять же, такое интересное дело. Я вообще так-то зарабатываю тем, что вожу туры во всякие разные теплые страны, например, в Индию и Непал, и получилось так, что до моего отъезда мы не успели согласовать финальный макет, и я, значит, уехал в Гималайи. Вот. А, соответственно, Аня Тодорова, которая наша встальщик, и Маша, которая была моим редактором и моим издателем, они продолжали работать над книгой. Вот. Мне, честно говоря, ночью снились ужасы, что книжка вышла, но там неправильно сшиты страницы, что там загублены иллюстрации, что, в общем-то, все не так и все не то. Я просыпался в холодном поту и думал, блин, ну как же так? Но, тем не менее, вот в конце ноября я получил тогда сообщение от Маши с фотографией, что книга издана, и, в общем-то, с ней все хорошо. Я, конечно, не верил до тех пор, пока не приехал в Москву, не подержал, не перегрузил первые ящики к себе домой, не подержал эту книгу в руках. В общем, книга была издана в конце ноября, буквально там 28-го, наверное, числа. Вот. И сейчас, в общем-то, первая презентация. Какие-то экземпляры уже отправлены... Какие-то экземпляры уже отправлены спонсорам. Москвичам, я надеюсь, по максимуму раздать сегодня на презентации или на самовывозе, ну а потом отправим всем остальным. В общем, думаю, что до конца января все книги будут отправлены своим спонсорам. Вот. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников, кто непосредственно работал над книгой. Маша. Помоги, пожалуйста, ручкой. Маша была моим редактором и моим издателем. Если вы хотите издать свою книгу, вот это к Маше сайт myownbook.ru. Да, издательство, моя книга. Маша, спасибо тебе большое. Спасибо Алене, которой нет. Спасибо Ане Тодоровой, которой нет. Спасибо Андрею Арсееву, который был основным фотографом и наснимал кучу классных фотографий, которые вы можете видеть на цветной фреке. Спасибо Анине Важоновой за то, что она вычитывала множество раз мой текст. Наверное, практически столько же раз она его прочитала, как я. Спасибо парням из ВВСКУ, Семену и Андрею, за то, что они поддерживали логистикой все это мероприятие. В общем, ну и вам, конечно, всем-всем-всем за то, что приняли участие в этом офигенном проекте. Это классно. У меня была всю жизнь мечта издать книгу. Ну и, в общем-то, я не думал, что она так легко осуществится. Вот, тем не менее. В общем, спасибо всем тем, кто вычитывал описание. В общем, это полный список благодарностей. Есть в конце книги. Если мы сейчас его будем перечислять, то мы здесь задержимся достаточно надолго. Вот, хотите узнать, что будет дальше? Ну, в общем, план первый — это перевести эту книгу на английский и издать ее где-нибудь в Европе. А как же китайские? Они же сейчас самые... Китайцы, я слышал, сейчас самый богатый английский. Ну, с английским я более-менее владею, а с китайским не очень. А что китайцы владеют английским? Они не ходят на Алтайне. Я ни разу не видел китайцев. Видел японцев только. Страшно. В Китае как бы аутдор — это только такой зарождающийся вид спорта пока. Ну, в общем, у них все впереди. И как только у них там подрастет та прослойка, которая занимается аутдором, я обязательно переведу на китайский. Но я думаю, в том момент мы все уже будем знать китайский. Вот. Так что первый план — это перевести книгу на английский и в 2017-м издать ее где-нибудь в Европе. Потому что на самом деле Россия — это удивительное место. У нас плава — это, пожалуй, одно из немногих по-настоящему экзотичных мест для европейцев, американцев или жителей вообще западной части мира. Это по-настоящему экзотика. И информации по этому месту на английском языке с языковым барьером никто кириллицу не может читать на самом деле, кроме нас. Ее просто нет. И я думаю, что иностранцы будут безумно рады этой книги. Конечно же, я собираюсь поплавать на лодках в Индии и Непале этой весной. Ну и провести все лето на Алтае, потому что Алтай летом — это лучший российский регион для сплава. Ну, в общем, выбирать особо не из чего. Либо за границу, либо на Алтай. Третьего не дано. Что мы думаем сделать еще? В общем, на самом деле, писать какие-то гайды я начал еще достаточно давно. Я начал с Грузии. В 2011 году у меня получилось совершенно случайно выбор в Грузии. Я был одним из первых каякеров, который там посплавлялся. Ну и, по сути дела, одним уж точно первым, кто сделал это после войны. Ну и я написал статейку на своем сайте. И она, в общем, оказалась невероятно востребованной. Я съездил на следующий год туда еще раз, описал еще часть рек. И сейчас это самая читаемая страничка в моем сайте. Я думаю, что эта работа должна быть продолжена. И в кооперации с Егором Воскобойниковым, который, по сути дела, стал уже настоящим местным, мы думаем, может быть, написать путеводитель по рекам Грузии. Посмотрим, что из этого получится. Но это пока план такой более отдаленный, чем перевод. А теперь смотрите, я хочу провести такой небольшой опрос. А вот кто из вас пользуется смартфонами? Поднимите руки. Ну, в общем, все, да? А кто из вас пользуется Эпплами при этом? Ну, остальные, соответственно, андроиды, да? Ну, у меня есть такая достаточно безумная идея. Я вот подумал, что книжка, это, конечно, классно. Книжка, это офигенно. Ее можно подержать, потрогать, полистать, понюхать. Вот, но когда я работал над ней, я, в общем, хотел сделать ее максимально интерактивной. То есть, ну, толковое видео по речке, оно расскажет на самом деле столько же, если не больше, сколько расскажет хорошее описание. Но видео в книжку не запихнешь, да? То есть, все-таки вот так вот делает не каждый готов. Много видео туда не вылезет. Вот, поэтому я разместил здесь QR-коды. То есть, наведя сюда свой смартфончик, можно перейти там на соответствующее видео, какой-нибудь рассказик интересный, который не влез в книгу и так далее. Соответственно, я думаю, что будущее развития вот таких вот всяких вещей, типа противодителей, оно лежит вот в этой плоскости. То есть, я думаю, что, может быть, мы сможем сделать приложение, которое будет полностью интерактивным. То есть, там будет описание реки с актуальным уровнем воды. Ну, настолько актуальным, насколько позволяют гидрометрические посты. Там будет карта актуальная с привязкой, там, ключи в ЧПС, вы увидите себя на этой карте. Вот, там можно устроить, там, не знаю, возможность дозагрузить фотографии. Там, вот, прошел Петя какой-нибудь порог, он написал, парни, я мочканул его по максимально высокой воде, вот вам фотография. А в следующем приходит Петя, говорит, да нет, что-то, ничего не так, все по-другому. Вот моя фотография, я сделал это еще круче. Ну, и сделать такую возможность пообщаться, возможность, там, связаться друг с другом, ну, и все это будет крутиться вокруг рек. Ну, и сделать такую платформу универсальную, чтобы туда можно было взять и догрузить новый регион. То есть, взяли мы там, дописали что-нибудь, загрузили туда сначала Алтай, потом дописали кусок по Грузии, загрузили туда еще кусок по Грузии. Потом раз, взяли норвежский график, перевели, и тоже туда его. Ну, это все пока мечты-мечты, но вот я думаю, что будущее, в принципе, за этим. И, ну, нужно этим пользоваться и становиться в голове всего этого мероприятия. Так, куда я хотел с вами? Ешь. Вот, ну, собственно, планы мои вот именно такие. Вот, это я, это мое лицо, когда я увидел наконец-то, что книга издана. Вот, вот это логотипчик Машиного издательства, своя книга, вспоминайте. Как кто захочет издать что угодно, это вот сюда. Не знаю, как так получилось, но это должно быть на белом фоне. Это наша команда в СКУ. Вот Андрюха и Семен, они там куда-то отошли. Вот Андрюха здесь. Да, это парни, с которыми мы ездим в Норвегию, делаем всякие интересные штуки. Парни торгуются вот всякими вот такими вот классными штуками и снаряжением. Вот. И они очень хорошо поддержали мой проект, обеспечив мне возможность не думать о том, в чем кататься на Алтае и так далее. В общем, снабдив меня всем необходимым снаряжением и, в общем, оказаемой помощи во всем, в чем угодно. Ну, а это вот моя конторка Ticket to Ride. В общем, если захотите поехать в Непал, Индию, да куда угодно, в общем-то, обращайтесь. Вот. Хотите у меня что-нибудь спросить? Да. Вот. Я обратил внимание на такой аспектизм достаточно. Как? Это действительно все, что надо вообще человеку, который располагается перед тем, кто может отселить, заламинировать и... Ну, вообще-то, на самом деле, конечно, нет. То есть, вот эта схема нужна для того, чтобы разобраться с логистикой. Начало сплава, конец сплава, основные притоки, какие-то основные пороги. То есть, там есть глава, которая посвящена картам. Вот. Там дана ссылка на... Где прям узким по белому написано, что без хорошей карты никакой поход невозможен, потому что, ну, всегда есть возможность, что воды дает по уши, нужно будет уходить в соседнюю долину. Кое-где там нарисованы эти выходы в соседнюю долину, а кое-где нет. Возможно, что вам потребуются такие выходы, которые нигде не нарисованы. В общем, без карты вам, конечно же, не обойтись. Но там есть ссылка на чудесные ресурсы worldmap.net, из которой вы можете скачать штабовскую двухкилометровку и загрузить ее в свой смартфон вместе с сози-эксплорером и получить себя на этой карте двухкилометровки вот как есть. Главное, чтобы смартфон не сел. Главное, да. Ну, в общем, хорошую карту никто не отменял, даже без нее. Путеводитель путеводителем, а карта картами. Промагазин. Хорошо. Вот сейчас пока эта книга продается в единственном магазине, который называется yokoyak.ru. Как он? y-koyak.ru. Вот там же, где продаются вот всякие вот эти чудесные драй-сьюты. Спас-жилеты, каски, лодки, весы и все остальное. Поэтому не стесняйтесь, приходите, покупайте. Если вам нужно классное снаряжение для того, чтобы управляться по холодным или теплым большим или маленьким речкам, это вот все туда. Ну, что, тогда можно начинать раздачу, я думаю. Если кто-то хочет что-то... А еще раз спасибо вам всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.